У международной кассы автостанции «Болград» оживление. Семья покупает билеты на транзитный автобус «Одесса-Варна». Стоимость проезда из «Болграда» 750 гривен. Кассир Тамара Христева говорит, что квота в 10-15 мест, которую предоставляют жителям райцентра, выбирается практически всегда. С учетом без визы самое время подумать о прямых рейсах из приграничного города. Спрос есть. Люди звонят, спрашивают. Конечно, безвизовый режим дает о себе знать. Поэтому люди находят вариант отправить детей на учебу, самим подлечиться, поехать к родственникам. Конечно, это очень упростит, потому что многие из сотрудников у нас ездят, у них дети в Болгарии. Рейсы в Румынию, Болгарию и даже в Грецию непосредственно из «Болграда» собирается осуществлять крупнейший перевозчик Юга области – компания «Болград Автотранс». В автопарке предприятия есть 10 больших автобусов. Машин достаточно, а вот разрешений пока не хватает. Процедура затяжная и в 21 веке полна бюрократических проволочек. Для того, чтобы получить лицензию, то есть, в первую очередь, нужно быть перевозчиком, то есть, по месту какие-то перевозки осуществлять, чтобы три года была обычная лицензия. Потом на основании всех документов тебе выдаются международные лицензии. То есть, если ты пришел непонятно откуда, и сразу тебе международную лицензию выдать, то есть, тебе никто его не выдаст. То есть, ты должен показать себя, что ты умеешь, ты можешь реализовать эту работу. Чтобы открыть маршруты в направлении Румынии и Болгарии, болградский перевозчик должен получить специальную международную лицензию. Ждать ее приходится до полугода. Именно столько ждали разрешения, чтобы открыть движение в сторону Москвы. Москва не менее ходовое направление у жителей Юга Одесской области. Для тех, кто не заработал на отдых на Золотых песках, стройки в столице России. Да и разъезжать по странам ЕС не всем по карману. У кого деньги есть, тот и будет ездить. А так, извините, если кто не ездил, тот и не будет ездить. При наших зарплатах это не всем дано ехать. Так что вот эта безвиза мне лично, она ничем не помогла. Думаете, дорога будет для вас? Оно невозможно. При зарплате 3200, 2500 на руки – это нереально. Руководство «Болградавтотранса» не скрывает, что основной контингент 50 местных автобусов «Болград-Москва» – украинские зарабетчане. Официально запрета на пассажирское сообщение между Украиной и Россией нет. А спрос на рейсы из Измаила, Рениса, Раты, Килии, Болграда в Москву и Санкт-Петербург не уменьшается. Начинали его только раз в неделю, по субботам, сейчас уже второй месяц открыли второй день недели, четверг. Думаем открыть еще и в повторниках. Но это связано действительно с тем, что, к сожалению, очень много людей, ввиду того, что нет рабочих мест, люди вынуждены ездить туда на 90 суток, которые разрешаются ездить туда временно на заработки. Ну, то есть, понятно, одни уехали, потом тех приводят, все эти уезжают. То есть, ну, как бы, к счастью, есть спрос. Сегодня этот вопрос актуальный. И пока в Болграде только размышляют о том, чтобы запустить автобусы в Румынию и Болгарию, в Россию количество рейсов летом увеличивается втрое.